Мы находимся на ДАФ Кафалев Амудалев, если не ошибаюсь. И что мы говорим? Значит, мы начали Мишну, которая занимается красной коровой. Как мы сказали, что красная корова очень интересная вещь. Что? Чтобы с Дуким не подумали люди, как с Дуким. То есть, Дуки считают, что Коин, который сурефа топора, который сжигает корову, который занимается красной коровой, должен быть полностью чистым. Хазар получили устный тореж, он может быть, как называется, твульем. То, что мы разбирали вчера. Поэтому, чтобы Лапуки, Медам же с Дуким, чтобы не подумали, как с Дуким, мы специально делали Коин, это делали ритуально чистым сначала, окунали в миг, он становился твульем. И в этот день он делал эту самую красную корову. Так мы говорили. И чтобы потом не стали лезель-зель, то есть, не стали слишком говорить, что это не такая важная митцова, это давление, не такая строгая, стали делать кучу разных устражений, набор устражений, все остальное, все остальное лохот. И есть там мишна. Начинаем эту мишну опять. Хацирот, Аю-Времинову. Это мишна, насколько я понимаю, это самая. Времинову. Хацирот, Аю-Бнуйот, Берушалай. Аль-Габея-Села. То есть, были построены специальные дворы на селу, как по-русски, на скале. И под ними есть халя. То есть, под ними была дырка. Что? Да, то есть, там быстрая... По-русски, где-то Шенверд. Да, под ними есть халя. То есть, под ними есть пространство. Зачем? Чтобы под ними было, если бы даже есть там мертвый бепне, кевер-адгом. Из-за того, что, может быть, мы опасаемся кевер-адгом. То есть, вещь, которую не надо опасаться неплохи, не почему. Но здесь опасались, что, может быть, когда-то кого-то там похоронили. Соответственно, поскольку если кто-то похоронили кого-то и там нету над мертвым человеком Тефаха, или нету выхода, там отдельно уже сейчас не будем разбирать это, то тума букаат вула, букаат вуреда, то есть ритуальная чистота поднимается на небес, и человек, который сверху над тумой находится, становится ритуально чистым. Чтобы это сделать, нужно было сделать посередине крышу между этим и этим, которая высотой над Тефахом, тогда получается, что все в порядке. И делали специально, соответственно, халяль, больше Тефаха, и над ними строили, видно, делают такие, я помню, такие арки несколько, на одной или на другой, тогда получается, что во всех местах есть дырка. И над ними строили, соответственно, этот самый двор, эти. Значит, «Альгабэй, эсэу, дэдэйм халяль, мэвнэйкебрэд», «Мувим и нашим уборуис», и туда приводили беременных женщин. В Иудотшам, и там они рожали. И там вырастили детей для того, чтобы те приносили воду, как мы сейчас видим, для этой красной крови, чтобы не было никакой, как называется, возможности ритуальной нечистоты. Умывин шварим, альгабэй, эсэу, приводили туда, чтобы потом, чтобы они поехали, приводили, кого? Быков. В Альгабэгем, сейчас увидим. «Длатот», и на них кладили двери, что такое дверь, просто такая плата, щит такой, клали на быка, а? Сейчас увидим. «В тинакот юшвин альгабэйген», и на них сидели эти тинакот. «В кусот шель эвенбэйдэгем», эти тинакоты, которым 6-7 лет уже было, здесь 7-8 лет, сейчас увидим. «Они брали каменные стаканы, то есть посуду из камня, потому что посуда из камня получает ритуальную нечистоту. И гиул и шелуах, приехали они в Майян-шелуах, это был источник воды рядом с Руссалимом, до сих пор есть. И гиул и шелуах, а? Как? А? Силуан. Силуан – это деревня. Силуан – это Майян-шелуах. А? Это ешелуах, там называется он шелуах. Значит, а? И гиул и шелуах, ердули тох амайм, спустились в воду уммель-ум, и наполнили ваалу ваешвулаем, и поднялись обратно на своих этих буков, поехали. А? Внутри воды? Зря вы смотрели, где они спускались. Где они спускались, в воду не спускались. Буков возводили воду. Видно, в воде никто не видел. То есть там была, если у нас под самым, то была всегда там речка под речкой. В речке это самое. В речке не было видно это самое. Так это самое. Рабьёсик говорит, как ты? Мимикойма, ямышальшалюмамале. Мипней кеверадгом. Рабьёсик говорит, как ты? Боялись, что там есть тоже кеверадгом, даже в этой речке. Что делали? Спускали на верёвочки аккуратно. То? До сих пор это брать. А? Верёвочка не принимает? Верёвочка от чего она может принять? Верёвочка? А? То он только человек принимает, да? Какая разница? Верёвочка, если это клит, она тоже принимает? Ну какая разница? Она же там нету. То есть этот камень могиль. Ну а камень то не принимает этого ничего. Каменный кусок. Каменный кусок. Верёвочка сидит над каменным ведром. Каменный ведро не принимает. Она как раз спускается в воду и всё в порядке. Он делается и не клоняется. Они сделали так, что и не клонялись. Таня. То есть до сих пор всё понятно. Враг приводит, что из Брайта, где Рабьёда с этим спорит. И говорит немножко по-другому. Рабьёда омэр луа ю мувиин глатот элэ шварим. То есть приводили просто быков. И эти дети ехали на быках, а не на шварим. Теперь. Это привели нам всё зачем, чтобы спросить вопрос, который здесь возникает. А именно вчера мы разобрали, что у нас есть спор между Рабьёдой и Хохоми. Хохоми говорят, что Огир, который сделал даже не людьми, а сам по себе, он всё равно является Огиром. А Рабьёда говорит, нет. Мы учим из Мишкана, что только Огиро, который сделал Бейдэ и Адам. То есть сделан человеком. Для того, чтобы использоваться он является Огиром. Тогда он является препятствием и т.д. для ритуальной чистоты. А Огир, который сделан сам по себе, не является Огиром. И что здесь говорит Рабьёда? Эти дети ехали на быках. Зачем они ехали на быках? Что если есть Кеврадоум, то этот бык является Огиром. Для ребёнка. Но бык он сделал не руками человека. Несмотря на это, Парабьюда это помогает. Парабоны были там двери. Клали щиты найти этот самый. Щиты, можно сказать, что сделаны руками человека. А Парабьюди ехали просто на быках. И бык это не сделал руками человека. Несмотря на это, это помогало, чтобы это являлось Огиром. Так спрашивает Мора. Отвечает Морава про ответ. Кеата Равдими ом Рабилозору. Когда пришёл Равдими, пришёл обычно, значит, из Эрцестраэль в этот сам ВВЛ. Сказал от имени Рабилозора. Мудэ Рабьёда кэмэлой гроф. Таня ана миахи. Мудэ Рабьёда бэшкифин. Обына кикэй аслоим. Откан. Значит, что это значит? Что несмотря на то, что Рабьёда считает, что Огир, который сделан не руками человека, он не является Огиром. Но только давняя высота, начиная с тефах и кончая малой гроф. Значит, что такое тефах? Тефах – это ладонь, малой гроф – это кулак. Чего отличается кулак? Объясняется, что малой гроф – это больше, чем тефах. Разница с малой гроф очень маленькая? Ага, разница достаточно маленькая, но я тебе веришь, что это самое. Малой гроф очень большой, по-моему, не совсем маленький. Какой-то был человек, который очень большой был, у него кулак, назвали его в честь его кулака – это размер. Примерно размера с голову среднего человека. У него был кулак такой, как называется, на славу. У него был такой кулак, который размером со средней головой человека. Ага, может быть. Значит, как бы то ни было… Я думаю, что не нужно было. Значит, как бы то ни было, это было примерно с головы до самого, до больших, чем тефах. И тогда, когда есть такое пространство снизу, тогда я бьюду согласен, что это является ой. И где это нашли? Мы нашли такие, как сказать, нашли такие размеры, как называется. Как приводит Раша, луцеавир. Маур, что луна с собой дадам, если сделана ножка для не сделанного человека, то сказать, чтобы вывести туму, нужно быть милой гроф. Есть такая аллаха, что размер здесь немножко другой, милой гроф. Есть та на немаеха, есть такая же бра, это мой дарабьюда бешкифин, оба накикая слоем. То есть всякие эти самые тоже, с накикой слоем, это всякие разрезы и так далее в скале. То есть это тоже самые такие ниши в скале, которые есть, и это самое. Которые есть. Товарищ спрашивает Мара, очень странный вопрос. У нас все очень странно, потому что непонятно, в чем здесь вопрос. Спрашивает Мара, а тогда чем плохо есть, Робину согласен, что если есть гроф, то это достаточно. То есть размера с головы у человека это достаточно. Дерево, так сказать, дверь или щит, на которой мы ехали по мнению Танны Камы. Там есть много и гроф, и мы под ней и сверху на ней. Виктане Робиуду омер луа юма вин лотот элешворим. Это почему Робиуду спорил с Эдлатот. То есть не очень понятно, в чем здесь вопрос. Он считал, что это не нужно, но не важно и так, и так это нет. Не важно, отвечает Абая. Умра бай луа юма вин лотот. Просто не нужно было, считает Робиуду, что это не нужно. Робиуду считают, что нельзя было приносить эти самые двери. Почему? Умра бай луа юма вин лотот куликар. Потому что если там будет плата, такая большая, как называется, доска удобная, тогда ребенок себя будет чувствовать очень, так сказать, уверенно. Замечательная, как называется, тюль, как называется по-русски. Экскурсия на это самое, на, как сказать, будет хорошо. Это начнет, как сказать, как ребенок играться. Если он играться, он может вытащить руку или голову, посмотреть, что снизу под боку и так далее. И мы обоставим, что как раз там будет кевер от хом, там будет это место, где кого-то когда-то похоронили, станет. Это сам. Поэтому, что делал сосед прямо на спине. Когда сидишь прямо на спине, ребенок это вид немножко пугает. И когда он пугает, он, когда он напуганный, он сидит. А? Что? Поджимает по себе руки и ноги. Поджимает по себе руки и ноги. Я не знаю, но все сидит аккуратно. Таня, давайте еще иначе. Квасейд, Рава, Дрова, Ебрайда, который утверждает слова Ровы, Рабюдо, Умер, Луа, Юма, Вим, Далтот, Куликар. Не приносили вообще эти двери, шуты, которые не клали их на боков. Почему? Мипнейши, Рош. Дайту, Шутину, Гаса, Аллаф. Потому что если принесли такую вещь, что ребенок себя чувствовал очень уверенно, очень гордым, ему стало очень интересно. Шэм, Йойцы, Рошо, Ихад, Мяйворов, Уитом, Боевраду. Или мы вим шварим мицрим, чтобы делали, то есть не приводили эти самые, чтобы ребенок не чувствовал слишком уверенно вытащить голову. А что делали? Вим шварим мицрим, а мицрим приводили эти самые, как называется, египетских быков. Почему? Потому что их пузо большие. Как они жирные, очень видно. Может, многие так расставят, чтобы они за... А? Видно, что нет? Видно, они такие... А? Что? Пузо больше всего в спинах, где она выглядит правильно. А? В розовом разрезе. Вот так вот. В окнахот-ישвин ар-Габейн, и дети сидят на дна там самым, на этих, на спинах их у них, на... В окосот-шелевен Боедеин, и в них в руках они жили, эти самые каменные посуды. И гибило шулоах юрдум милум ваалубь и Ішву леян Ар-Габейн. Значит, приехали они в шудох, наполнили эти самые, поднялись обратно на своих этих быков и поехали, куда надо их ехать. Товарищ бракодеш, давайте сегодня остановимся. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...